Аплодисменты Почти что год тому назад у меня должен был быть концерт в Центральном Доме Литераторов. Я тоже назвал гостей, и он должен был быть 18 февраля. А 17 февраля замечательный наш мэр объявил карантин. Здоровья ему. Здоровья ему, да. И к месту вспомнено. Но интересно, что все гости, кого я пригласил, они пришли. А это были в основном выступающие люди. А из гостей было три человека. И такое жалкое зрелище было. Мы друг другу попели, подарили друг другу, диски обменялись. И сейчас, конечно, ситуация такая, что в прошлом году концерт вообще не состоялся. Я, конечно, опасался за то, что может повториться что-то так. И такая радость для меня. Когда-то Вадика Егорова, мы с ним на Буяне вместе рядом палатки были. И я спрашивал как большого мэтра и как умницу. И он мне говорил, что, знаешь, Витя, недостаточно написать сколько-то песен. Две, двадцать две, двести двадцать две. Важно, чтобы на тебя приходили люди. Чтобы ты был востребован. Только тогда ты можешь считать себя настоящим творцом. И большое вам спасибо за то, что я могу себя считать настоящим творцом. Потому что вы здесь сегодня. И особую благодарность мне хочется сказать сотрудникам Центра авторской песни, которые замутили этот концерт и сделали очень много всего для того, чтобы он состоялся вот именно в таком качестве. Серёжа Журавлёв сегодня присутствует. Ещё арт-директор, он сегодня ещё и на звуке. Так что мы его лично можем тоже поприветствовать. Ну и особая благодарность вот этой замечательной и красивой женщине, которая сидит справа от меня. Семь лет мы, что называется, не брали в руки шашки. И когда я предложил в этот раз совместный концерт, к моему удивлению, Людмила Александровна согласилась. Ой, не говори. Вот я не буду говорить уже дальше про это тогда, раз она просит. Но оказалось, что за это время написано много разных новых песен. И для неё, конечно, это нагрузка. Но оказалось, что ещё большая нагрузка – это те старые песни, которые она помнит, а я их уже все попеределывал. Понимаете? Время идёт, и всё развивается. И тут совсем большая засада для неё. Так что будьте к нам благосклонны, милостивы. И не стреляйте ни в пианиста, ни в гитариста. Программа называется у нас «Шутки в сторону», потому что, ну, программа первоапрельская. Начнём мы с песни. Сойдутся. Случилось чудо. Всё сошлось. Мальчик с пальчик много лет спустя. Огонь в глазах, огонь в камине, огонь на лезвии, на жарах. Ты не был вчера ещё в помине, а вот уже в душе пожар. Тихо, 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 иду по краю, тихо, 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 покуда лихо спит. Тихо, так тихо, и ты не трогай лихо, покуда лихо ещё спит. Что малый рост, печаль фальшая, вам невдомёт вас не смущает, Что все мечали не вмещает, его душа хранимая. Но кто судьбы своей не примет, иду на кричи, не означает. Да ты не был вчера ещё в помине, а вот уже на дверях встречал. Тихо, так тихо, иду по краю, тихо, 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 покуда лихо спит. Тихо, так тихо, и ты не трогай лихо, покуда лихо ещё спит. Тихо, так тихо, и ты не трогай лихо, покуда лихо ещё спит. Вам жить не проще, не сложнее, поскольку не стоит вопрос, что для кого всего важнее, душа большая, мир и рост. И гора не детская такая, шаг два назад и шаг вперёд. На те же грабли, наступая, идём куда судьба ведёт. Тихо, так тихо, иди по краю, тихо, 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 покуда лихо спит. Тихо, так тихо, и ты не трогай лихо, покуда лихо ещё спит. Тихо, так тихо, и ты не трогай лихо, покуда лихо ещё спит. Тихо, так тихо, и ты не трогай лихо, покуда лихо, тихо, 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 тихо. Тихо, так тихо, 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 тихо. следующая песня называется встреча эта песня вода и я появлюсь у вас внезапно пойду привычно и скажу что жизнь моя невероятна я ей ужасно дорожу скажу что просится на волю душа как резвая и предложил эти роли где ждут счастливого конца и предложил эти роли где ждут счастливого конца мы будем с вами в этой сцене о самом главном говори не любви она бесценно она всего лишь только не всегда довольна белых пятен мы разговор о них летем разговор тогда понятен когда дымится чай прием какое нынче время года кайки за окном огонь и почем не засну чаю когда закуска будет к чаю разгар чувствительной беседы включи хозяйка фатефон затем слегка по низе в том и грибы вынет из буфета цветной жидкости в блокон и вот уже вступают скрипки и стихотворная строка я помню чудным гореть когда душа буду раскрыта руки касается рука грибы никто друг другу не перечит поймает незабываемая встреча непроизвольный охрань распускается на плечи мы расстаем все попыхаем ла-ха-ха-ха-ха мы будем с вами в этой сцене о самом главном говори мне любви она бесценна она всего лишь только нить но то что мы себе открыли душой и чуткой умоли о чем бы мы ни говорили мы говорили о любви о чем мы с вами говорили лишь о любви но у нас уже такая теплая атмосфера просто чудесно и я хочу предложить вам совместное творчество такое интерактив я недавно написал песенку которая называется йога с топотушками вообще она от женского лица и я ее писал совместно с моей давней знакомой Еленой Сухаревой и в принципе она должна бы звучать от имени женщины может быть правильнее было бы Люси ее петь но у нее и так крышу съезжают видите бухгалтерии сколько вот у меня к вам тогда предложение значит я пою основную партию а припевы мы с вами давайте попробуем вместе пробуем вместе отлично ой милый ради бог займись со мною йогой хотя бы по немного минуточек по пять вот для меня загадка как можно с этой аптой почти что до припадка сидеть лежать стоять а я весь день от скуки сложив как шивы руки смотрю на эти трюки и слов не нахожу но поделись же милой и ловкостью и силой о господи помилуй с ума уже схожу как встану на макушку я на твою подушку свой третий глаз открою с улыбкой во весело привидится мне пушкин ну да к примеру пушкин прожепчет мне на уши пикантный анекдот вот так да ну я тебе послушно стоим на кухне уже белье все от утюж и выбыты полы вот мусор в самом деле пускай выносит ложки поди уж надоели дуэли до полы а ты мой милый с всплывня возьми гитару всплывня как бурь небо кроет и плачет как дитя но что-то мне сдается как музыка польется так гений вернется за мусором опять присядет тихо слушать и подпевать растужим ищет глазами кружку качает так ногой кому сказать что пушкина тебе психушка я крестят подружки меня баба юлье ой а я как дура шила на ряды скреподошина что с пушкиным что с шивой куда мне в нем ходить и будда с хари кришны ну точно третий лишний легко на стойкой свишней их можно запенить и ты в своих осанах подумай муж мой замуж на что мне этот замуж чтоб на ушах стоять на что мне жизнь берложья хоть с истиной хоть с ложью твоя циновка ежия не лучше чем кровать и если эти булы проявятся под утро пусть поступлю не мудро но я их прогоню поверь мне лучше им по утру камасудра о господи помилуй желание горю тапа-тапа-тапа-тапа-тапа-тапа-тапа-тапата-тапа-тап-тапа-тапа-тапа CONSFS Ну и хочется еще продолжать классика Я имею в виду Александр Сергеевич Я вам пишу, любовь еще быть может Письмо моим вас сильно огорошит Она на стол пасьянцем ляжет Она вам обо мне расскажет Вам будет голос, даже крик, любовь и кровь И все такое, и незабудки, и левкои И звуки трепетных музык Ах, кайф почтового романа Душа пригожа и румяна Пересечения тайных дум Шершеля фам, рахат лукум Мой ангел, божество, вот если б Когда б еще чуть-чуть эротики Нам обещает быть непресным Почтовый марочный наркотик Нас завтра штемпели покрестят Мы с вами будем вечно вместе Я вам отвечу, как невесте Ах, муж Ну, ладно, не вопрос, я женат Но это скрою Невинен адельтер порою Я в упоение игрою Слагаю письма, словно гимн Па-ам! И никому другим Воспой меня, краса мирская Воспой с абзацей до края Но что с того, что мы играем Мы оживаем вместе с тем Из глубины московских стен Храню я вам, как говорится Ответы жду, как лето птица Как сено спится Побосится Знакомый ваш, Виктор Туриц Ну, шутки в сторону Еду В Пермь По приглашению Пермского клуба Авторской песни Опаздываю на поезд Все тяжелое И подбегаю к поезду Конечно, здесь первый вагон А у меня пятнадцатый Бегу по этому перрону Бегу, 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 бегу Вижу пятнадцатый вагон Стоит Портпроводница Чудная Просто бальзаковская нанетта Огромная В синеньком ржедовском пальто С ржедовской пилоточкой на голове Такой, из-под которой Такие совсем не ржедовские букви Вот И я и так протягиваю свой распечатанный купон Опа Говорит она Ну, все Не тот Вагон Не тот Поезд Не та страна Национальность И все прочее И тут она Берет фонарик У соседа Светит и говорит Ха! Ну точно! Сам Дурыцын к нам пожаловал Я понимаю, что Все сложилось Набираю воздух уже Распрямляю плечи Карий глаз голубеет И я уже таким павлином думаю Ну вот та же уже молва О Барте Дурыцыне Со скоростью скорого поезда Он говорит Жених у меня был Вовка Дурыцын Плюхавенький такой Все моментально сдувает А она, видя, что я сдулся Чтоб меня окончательно утешить Говорит Ну, правда Побольше вас-то будет Думаю, от занозы Какая Прохожу вагон Сажусь Разместился Извините Еще что-то Помогает Рассказывает Я сейчас выключу Не выключу Сел, разместил Она быстренько пробежала Собрала билеты Назад возвращается Села напротив меня А я вот Вовку не спросил Вы-то знаете, что ваша фамилия означает? Я говорю Ну, так вообще интересовался Вроде как дурящий других А я поняла И потом для большей убедительности Так она как-то еще Отодвинулась Всей своей Красотой Все вот это просуммирует И говорит А я поняла Ну, поняла и поняла Ушла она к себе Я, значит, через какое-то время Собрался за чаем Иду с кружкой А у нее купе Приоткрыто Дверь чуть-чуть И поезд так дернул У меня кружка Чуть было, чуть-чуть не пролилось Я ей говорю На кучку наехали Она меня так серьезно подзывает И так таинственно и доверительно В эту щель мне говорит Машинист В дугаря пьяный Я поддерживаю эту Игру И говорю, что Такой пьяный, что уже руль не держит Руль Какой руль? Он уже стакан не держит Говорит она И дальше У нас На следующий день Мы с ней Постоянно общались Какими-то вот такими Шутками Поезд приходит В 20 часов в Перми Весь день сплю Уже Смотрю На телефоне В 18 часов Еще 2 часа ехать Ну, что делать? Опять ложусь спать За это время Телефон меняет Часовой пояс И через 20 минут Я на всякий случай Смотрю на телефон 20-20 Я бегу к ней В купе Влетаю И говорю Я что? Пермь проехал? Выходит, что так Радостно говорит Она И тут мы понимаем Что, в общем Мы наигрались Уже достаточно Вот И Конечно Прощались мы Абсолютно Как родственники Я только Потом понял Что Ну, как же так? Я не взял У нее Какого-то адреса Телефона Почты Ну, хоть бы Ее историю знать Или, может быть Историю Вовки Дурыцына Вот А еще Я все время думаю О том, что Вот готовая актриса Ее бы на сцену А со сцены Некоторых наших актрис Туда? Да, на стажировку Да, на переквалификацию Ну, от поезда Переходим к электричке Начинается дачный сезон И сейчас Все наши Подснежники Потянутся На свои Дачные Мы мирные люди И так далее Серебристым утром Сяду в электричку Хриплая электричка Прокричит по будку И уеду к черту От забот собачьих Гумно родное Боже ж ты, мой Боже Слово ты какое Километров тысячи И повсюду люди И гумна-гумнища Просто негде плюнуть Километров тысячи И повсюду люди И гумна-гумнища Серебристым утром Электричка Катя Едут, едут, едут Дачники Собратья Душно пусть лететь Нам Все местечко Хватит Ведь едем Полной грудью Родину вдыхать Мы Душно пусть лететь На хор Все местечко Хватит Все местечко Едем Полной грудью Родину вдыхать Мы Астрадемен А гурцов Гирлянды Помножь на миллионы А может даже Миллиарды И всем поклоны Поезд И всему миру Ясно Что на пути Запасном Лишь наш Электропоезд Автобус А станции Недлинная Дистанция От станции До станции Что тебе еще Кажется Желез Квер Сцепь И все Дальше Уже останется Тропинкой Через рощицу Тропинкой Через рощицу Тропинкой Через рощицу Все Это Полчаса Нет Сейчас Подожди Минутку Я как раз и ждал этого момента Если поняла, зачем спрашиваешь? Нет, потому что те амминор равны си. Специально мне приметный жил поэт, Что поэтам не присущ был поэт, Почти не пьющий, невысоким и худющим, Сорока и полных лет. Состоял ли он в союзе, был ли он законным братьем, Но он в бред, как собак, горячо любимый музей. Музы в жизни спаливали, музы по дворям развали, Видно, творческие узы их когда-то и связали. Она цветы любила, маргаритки незабудки, Письма старые хранила, непростой же тесь и хлам, Но он, как свечка, таял что-то в области желудка, И она его кормила манной кашей по утрам. Милый, тихому загорел, на столе и на сцене, Отважив свои тела, и милый, Музы музыкой парила, окружала и кружила, За собой вылила. Написал моё книг мало, никогда его не стало, К его книгам на развалах был, а стал бы интерес. В городке провинциальном есть до снега, Мемориальное, только дом, как небо, покосился и облез. Говорят ещё, что как-то приезжали водить, Поделили, что осталось, ты бы знаешь, что делить. Посидели чинно гладко, даже будто бы смеялись, С Музы, правда, не встречались, С Музы как-то разошлись. Милый, тихому загорел, не забыл, как вся могила, А в душе такая он была. Милый, ты внести мне всё, что было, Как умела, так любив, не умела берега. Вроде случай нетипичный, да и житель я столичный, А вот врезался нахально, и покоя не даёт. Вслед истории случайной на доске мемориальной, В перилке привокзальном, возле улицы центральной, В городке провинциальном, там, где Музы больше не живёт. В городке провинциальном, там, где Музыка, Иногда я бываю на фото-выставках или на выставках живописцев, И всегда такая игра у меня. Я хожу посередине и смотрю на фотографии, И представляю, как они могут быть названы. И чаще всего совпадают мои представления, Потому что уж очень как-то, ну, однозначно, За пейзаж, пейзаж написан, Портрет женщины, значит, Портрет женщины, Марина, жена, Митерморт. И на одной фото-выставке смотрю вообще, Думаю, ну, до чего мы докатились? Стоит такая фотография, Ну, кто её мог вообще поставить, для чего? Сфотографировал подземный переход. В подземном переходе стоит девочка, Девушка, или, может быть, даже молодая женщина. И у неё такая мини-юбочка, Туфли на высоком каблуке, И какая-то не её сумочка, Потому что она её как-то не умела держит, Мамина, может, даже бабушкина. Но понятно, что у неё свидание там, И она спустилась в переход, Потому что там дождь, И она в переходе пережидает, Значит, и вот ждёт. Я подошёл посмотреть, Как же называется эта нетленка. И просто обомолел, Потому что фотография называлась Переходный возраст. Вот как одним названием Человек из ничего сделал произведение искусства. И я тогда подумал, Что я обязательно напишу песню. Не написал. Не получилось. Но судьба дала мне ещё один шанс. Мой старший сын Александр, Семнадцатилетний, Уходит на свиданку. И говорит, Пап, Если будет звонить Наташа, Ты не говори, что я пошёл к Маше. Ты скажи, что я у Светы. Понял? Ну, что что-то не понять. Если будет звонить Маша, Что ты Нила Наташа, А что ты у Светы. Ну, будет. Он довольный ушёл. Через какое-то время действительно Телефонный звонок звонит Света. А где Саша? И где вот Саша? Ну, понятно, что он вернулся недовольный. Я его спалил каким-то образом. И мне недовольный так говорит, Что мол, Что ж ты мол, отец? А я говорю, Саша, Резонно только ему. Ты разберись со своими девочками, У меня не будет проблем. А он ещё более резонно мне заявляет, А ты вспомни свой переходный возраст. У меня сейчас переходный возраст. Вот вспомни себя в этом возрасте. Я пошёл вспоминать себя в этом возрасте. Знаете, вспомнил. Стал вспоминать, Когда у меня этот переходный возраст закончился. Не вспомнил. Но тогда уже написал вот эту песню, Которую назвал «Переходный возраст». Стою под проливной дождёй, Я жду её на остановке. Стою с цветами под плащом, Как часовой. Стою с лютоком, Торчу у перехода, Как дурень на пасту. Торчу у перехода, Как дурень на пасту. Торчу у перехода, Как дурень на пасту. Но нет просвета за версту. Она, девчонка, То, что надо, И нет погоды. Не боится, Боится, Не отпустит. Мама боится, Потихоньку ресницы, Торчит в оконной раме, Как дурень на пасту. Торчит в оконной раме, Как дурень на пасту. Торчит в оконной раме, Как дурень на пасту. Но нет просвета за версту. И все царли, И греми, Пугая божьей колотушкой, И все святания громи. Старухой со своей прорушкой, Я верю в торжество побед, И пусть все временем раздохнут. Я так тоскую по тебе, Я так тоскую по тебе, Я так тоскую по тебе, И сохну по тебе, И мокну. Хочу у перехода, Как дурень на пасту. Хочу у перехода, Как дурень на пасту. Хочу у перехода, Как дурень на пасту. Но нет просвета за версту. А переход крутит, Как пароходик, Всех принимая на свои сходни. Такой уже-то возраст переходный, Как этот ливень все не проходит. Семнадцать лет он возраст переходный, Семнадцать лет он возраст переходный, Семнадцать лет он возраст переходный, Как этот ливень все не проходит. Семнадцать лет он возраст переходный, И двадцать лет он возраст переходный, И тридцать лет он возраст переходный, Как этот мир все не проходит Семнадцать лет он возраст переходит И двадцать лет он возраст переходит И тридцать лет он возраст переходит И сорок лет, и пятьдесят И семьдесят Мой день рождения уже отзвенел в свое Целый день я не отходил от телефона Телефон раскалился, у меня раскалились уши И я уже был недоволен тем, что я когда-то вообще родился Все-таки день рождения – грустный праздник Утомительный Утомительный, это правильнее сказано будет Но, конечно, очень приятно все равно, очень приятно Что о тебе помнят, тебя любят, поздравляют, желают всякого-всякого Вот все это я теперь хочу адресовать к одному человеку Который отмечает этот день рождения прямо сегодня Здесь Макс Дьяков У нас здесь Мы не можем не дать ему слова Даже если бы нас тут обязали Никому больше не дать У нас здесь Пусть бегут неуклюжи Да пусть ходят уклюжи Зачем им 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 им? Макс, во-первых, я тебе дам гитару свою Я тебе ее не подарю, можно? Ну ладно А то в Грузии так, знаете, как-то Только на что-нибудь палец покажешь Значит, что же Людочка, дай, пожалуйста, вот эти вот штучки А любые штучки Все эти давай, а можешь не эти дать А эти можешь не давать Вот эту штучку тоже давай Макс, это вот ты человек пишущий Это значит, что к тебе писалось Во что? А это после чего? А это после чего? У меня практически не пили На тебе нет Аммологические штучки Главное, чтобы не перепутал Но тебе придется Если ты захочешь играть Тебе придется играть сидя Подвеска у меня под самый нос Вот так Ну я могу сидя Я могу хоть Я могу хоть Значит, тут такая ситуация возникла Подружку мою зовут Лоранц Ты ее сильно? Чего? Ничего раньше Живой? Не сильно Хорошо, чуть-чуть только Значит, значит... А я бы так вот сделаю О! Вот так вот 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 Значит, ну я не профессионал Ни в музыке Ни в чем Я вообще У меня другая работа Я Грибэм О! В лес? А, в лес формат Я в лес Подружку Вот И когда, значит Витя сказал, что он устраивает Значит, вот концерт Который связан И выяснилось, что у меня Вот в другой день Я не мог родиться, видимо Так пожить И говорит Вот приходи тоже Я стал Когда думал Надо написать песню И сел писать Ну а что писать тут Понимаете Но вы все знаете Что, видите Он Сферу Своей Специальности Профессии И вообще По жизни Он человек Который Огромный Процесс Своего времени Он проводит В мире звуков В звуках И при этом Он человек Эстетический Тонкий Деликатный Я бы так сказал Ну возвышенный И вот Его Тяжело Когда что-то Грубое Ремеское Правильно Говорю? Ты еще Говори Вот И поэтому Значит Я значит Что-то написал Я уж извините Только написал Еще не выучил Три часа назад Последний Куб Я написал Я вот Постарался Поразмышлять До этих Дел Утро Март Капель Тяб Тябкнул Собака Тябкнул 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 Почему Тябкнул 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 Среди и среди всего, Вы уж извините, время не назло. Гром, хором, звук, сотни голосов, Пожелаю пить звуков, фраз и слов, Радующих слух. Звук, фраз и слов, Радующих слух. Если бы ты, Мак, знал, насколько это верно, Насколько мне важно, чтобы звук радовал слух, Как я за всю жизнь намаялся с наушниками, с шумом, Когда приходишь домой, а тебе кажется, что у тебя наушники все-таки на голове продолжают пребывать. Полвека в наушниках. Благодарность. Благодарность. Спасибо. 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 Я понял, что надо петь что-то тихое уже. Дорогу в дом. Есть песни, которые, по названию которых, называются «Мои диски». И большинство из этих дисков построены так. И вот следующая песня, она от диска «Дорога в дом». Вот родился человек, большая радость в доме, Он почти что целый век мастерит свой дом. И почти что целый век в доме дом живет, Но куда-то смотрит вдаль, что его зовет. Дорога в доме чистая тьма и душа моя. За окошком у ворот дерево растет. И заботливая мать выйдет провожать Всю дорогу до реки хорошо видать. Дорога в доме чистая тьма и душа моя. Дорога в доме чистая тьма и душа моя. Вот родился человек, большая радость в доме, Но едва его крепк покидает дом. И стороне стоит отец, безутешно мать. Береги себя, сынок, что еще рассказать. Дорога в дом, дорога из дома, Не всегда она одна. Дорога, стою на пристале, И пристально гляжу на берег. Незнакомый жизнь не била и крутила, И тиранила до слез. Все черты перечертили, Изменила цвет волос. Мне не снится утром ранее, И все чаще в горле ком. На дороге моя мама маршет и старик лотком. Выбегаю к ней навстречу, И как в юности смеюсь, И с отцом купаюсь в речи, И глаза открыть боюсь. И сжимаю их ладони, Мать с отцом лету домой. По дороге ты добрый, По дороге в дом родной. Дорога в дом, Дорога из дома, Не всегда она одна. Дорога встаю на пристани, И мысленно прошу прощенье. Стою на пристани, И мысленно прошу прощенье. И мысленно прошу прощенье. И мысленно гречим, И мысленно с chordatter во время, И в городу были временающем, И это время было на пристани. И мысленно прошу прощанье, И мысленно прошу прощенье. Здесь среди всех моих друзей находится еще один человек, даже несколько здесь таких людей, которым я крайне признателен. Потому что когда-то они меня приняли в свою песенную группу, которая называлась «В кусте сборная леса», группа называлась «Сарацины». Андрюша Александрович здесь, командир этой группы. И я после этого стал... И Джексон. И Джексон. И Наташа. Это самый громкий голос в сборной леса. Наташа тоже здесь? Ага, вот и Наташа здесь. Ну, в маске я сегодня не идентифицировал. Но я им очень признателен, потому что все свое вхождение в авторскую песню, было с ними рука об руку. Я ходил с ними в походы с полиэтиленовым пакетом, с дипломатом. И постигал первые туристические походы с ними. И у меня есть песня, которую мне хотелось бы адресовать моим любимым сарацинам. А я сказал, что я уже после этого стал сарацин-дурицем? Или не сказал? Средневековая картина Средневековая картина Звучит негромко сарацин-дурицем То на Лехандро у каминах На подле тона То на Анна Рядом на тигровой шкуре Лежит огромный черный пес О том, то ли махорку курит То ли печалится до слез В его дворе присты льдины Снуют неверные обеды Ведь деды рядом сарацин Уже смыкаются в ряды И до он увидится кошмар Всплывают странные штрихи И чутится моя гитара Не слышатся мои стихи И чутится моя гитара Не слышатся мои стихи Никак не объяснить Мне следеет такое И состояние непокоя Ничем не удается вскрыть Я, как он, землей владею И у камина вина пью Служанок правды не имею Им сиренады не поют Уже привычно утром ротаним Я жду привет в доме Ана-Ане Но сердце не с того болит Сегодня дон на битве ранен Как объяснить мне знаки эти Он в лихорадке Я в огне И профиль дона на монете Точь-точь, как профиль мой в окне Уже сходство-то случайно Простое слово Твои нити Ничего не означают Рука или ни руки Никак не объяснить Мне это сходство-то роковое И состояние непокоя Ничем не удается скрыть Никак не объяснить И невозможно объясниться И то, что на душе творится Не просто быть или не быть Никак не объяснить Летит шальная колесница А воде брошены возницы Веков связующие нить А воде брошены возницы Веков связующие нить О-о-о-IL Ну, от средневекового рыцаря Перейдем к нашему Современному офицеру Только не так быстро, ладно? Еще секундочку. Я в длину перехожу. Практически как Суворов через Альпий. Эта песня написана совсем недавно. Ну, ты уже готов? Угу. Да. Во-первых, он был офицером, Чердовский красивый. Во-вторых, он женщин держал под прицелом, Улыбок холодных своих. А женщины падают сами в объятия, Как срезанный в горсть виноград, Как падают, падают к вечеру платья, Когда неуместен наряд. Он был с ними, а быть, туристом, Частенько по жизни чудил. Народным для них был, по сути, артистом, Вершителем судеб чужих. А в любви свои законы Не помогут филомоны, Не поможет миру все же красота, Если в сердце, если в сердце, Если в сердце пустота. Что нашептывал в ушки, Что нового в каждой искал. Но в сердце холодном Пустышки-заглушки Гасили любовные напалки. Ни планов, ни схем, ни разметок, Разрывов, разводов, разведок, Ни прочих, ни прочных Забот на плечах, Лишь видя моей страсти в речах. А женщин гречились дали За ним хоть куда босиком. Женское счастье Рыдали годами И ставили свечки тариком. А в любви свои законы Не помогут филомоны, Не поможет миру все же красота, Если в сердце, если в сердце, Если в сердце, Пустотарка, он так же красив, Я не скрою. Седой уже головой Сигарок, растворок, Телевизор от скуки, А рядом могли бы быть внуки. Дедок и любовный солдатик, Геройка, геройка нас утром и в практик, А муром успела сей день избежавший, В итоге любви не познавшим. Ведь у любви свои законы Не помогут филомоны, Не поможет миру все же красота, Если в сердце, если в сердце, Если в сердце, пустота. Если в сердце, если в сердце, Если в сердце, пустота. Вот еще одна песня, По названию которой Именован один из наших дисков. Две любви. Наконец-то, Панштадт. Нет, 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 подожди. Не туй? Я только туй помню насчет. Туй, никуда? Начинаем. Стой. Есть любовь, взрывает крышу, Закипает кровь и разы. В состоянии экстаза Ничего вокруг не слышат. Все звонишь, звонишь, любимый, Что-то просто помолчать. Жизнь веселая, смотри, Время, чтобы мужчиной стать. Есть любовь другого толка. Вместе прожит на полвека Два устаных человека. Разговоры будут недолги, Разнуть счастье, Хоть и ссорятся порой Жизнь тенистая дорожка Время думать о здоровье Время думать, быть не первым, быть не главным Если любишь, то не страшно, главное понять однажды Лишь одно на свете важно, чтобы та любовь и эта Никого не обделили, проходя за человеком Никогда не проходили, чтобы тебя за человеком Никогда не проходили Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты